Приветствую вас, вы описываете зависимые отношения Екатерины, вы описываете проявление неуверенности в себе, вы описываете проявление страха, что у вас, например, бросок, вы описываете нежелание принять личную ответственность в отношениях, вы описываете некие такие контролирующие факторы, вот. Что значит токсичные отношения? Что такое токсичные отношения? Для меня, как для психолога, токсичных отношений не бывает, вот, я не думаю, что вот существует такое определение, да, вот, существует такое определение отношений, как токсичных, вот, я не думаю, если сейчас, что так. Я больше, вот, склонен думать о том, что человек, с которым вы общаетесь, просто может вам что-то не давать, да, что-то не додавать вам. Вот, и я думаю, что это, помимо того, что, в принципе, неприятная история, когда человек вам откровенно чего-то не додает, вот, я думаю, что вы, может быть, не получаете от него того, что вам хотелось бы, вот, я думаю, что вы не получаете от него, от того, что вам нужно было бы, вот. И это, конечно, это серьёзная проблема, вот, но это не токсичные отношения, как таковые. Их нельзя назвать токсичными, это бы вы сами выстроили такие отношения. Кроме того, если вы говорите, что мужчина перестал созваниваться с вами, мужчина общается с вами только по переписке, это только по СМС, вот, это свидетельствует, скорее всего, о том, что человек действительно боится сближаться с вами, боится близости, боится ответственности, вот, и он чувствует, что вы на него давите, потому что вы действительно, вы правда на него давите. Вот. Смотрите. Я отвечаю спадом, очень его люблю. Как проявляется ваша любовь? Но мы на расстоянии, он прекрасный, и он постоянно находит причины, чтобы не приезжать, достаточно глупо. Отношения на расстоянии имеют смысл только тогда и только в том случае, если у них есть чётко, так сказать, грань. Когда, ну, вы встретитесь. Без этого отношения на расстоянии никакого смысла не имеют, в принципе. К сожалению. Поэтому, тут вот я надеюсь, что на этот момент обратите ваше внимание. Дальше. Вы говорите о достаточно глупой причине, чтобы не встречаться. Я думаю, что это ваша оценка. И я думаю, что вы позволяете себе оценивать действие человека. Что является ошибкой, потому что вы не можете оценить, ну, того, что он делает. Вы не можете, вы не способны оценивать действие других людей. Вы себе это позволяете. И вот ключевой момент, важный момент заключается в том, почему вы обесцениваете, по сути, действие человека, которого вы вроде как любите. Вот. Мне кажется, это очень важный момент. Так. Мы перестали созваниваться и говорить по видеосвязи, хотя раньше разговаривали часами. Что произошло в результате чего вы перестали? А чем только замешиваем? Когда я возмещался, говорит, что любит и нужно немного простать. А чем вызвано ваше возмещение? Недавно была сильная ссора по этому поводу. В ссоре не звероответственны сказы из участников. Каков ваш ответ на ссоры? Какие ваши чувства привели к ссоре? Давайте разберемся. А он сказал, что любит меня настолько, что боится мне причинить боль. Ну, не исключено, что образ боится близости, ему не исключено, что это очень уверенный себе человек, потому что вы на него давите, потому что вы пытаетесь его к себе привязать. По тексту так получается. Думает, что однажды может проснуться и понять, что к отношениям он не готов. Это, опять же, свидетельство того, что вы давите на человека. Что я не заслужил такого отношения к себе, он боится меня предать. Ну, опять же, свидетельство давления. Я не знаю, как воспринимать эти слова, что мне думать, как поступать. Но вы только уже что-то думаете. Я думаю, что неплохо было бы это рассказать, что вы думаете. Ну, вот. А как воспринимать, исходя из своих ценностей и своих ценностей, воспринимать эти слова. Как поступить и развиться того, чего вы хотите. Я спросила, хочет ли он расстаться, чтобы у меня были другие отношения. Подожди, для чего такой вопрос? Он сказал, что он ревнует и хочет быть со мной. Ну, ревну, что не свидетельство о любви. Хочет быть с вами. Ну, опять же, хочет быть с вами, чтобы что. Я чувствую, что он меня водит за нас. Чем это проявляется? Отпустить не могу, я люблю его очень. Нет. Вы обиживаете и как раз таки зависимы. А может, когда человек любит, он как раз таки готов отпустить. Так что у вас здесь очевидно не совсем любовь. У вас здесь очевидно вот что-то другое. Что-то другое. Не любовь. Понимаете? Вот. Ну, только опять же, да, я с вами не хочу спорить. Вот. В целом. Но любовь это все-таки, короче, готов отпустить. Человек готов принять полностью партнера. Вот. А вы этого сделать по всему не готовы. Вот. А я вас не виню за это. Я просто констатировал факт. Ага. Дальше. Почему вы не можете вас отпустить? По поводу причин того, что вы не приезжаете, я считаю, что это причина выдуманная. Опять же, это ваша оценка. Вы говорите дорого и сейчас нету денег. Я бы поняла и поняла этот галтер, чтобы не тратил силу в два раза больше на галтер, которому вовсе не нужны для развлечения. Почему вы считаете, что галтер ему не нужны? То есть, видите, здесь вы как бы опять выступаете в роли родителя и такого доминанта в отношениях. Ну, почему вы считаете, что галтер ему не нужны? Неужели вы не считаете, что человек может распоряжаться своими деньгами так, как он хочет? Да, он не тратит деньги на то, чтобы приехать к вам, но это его выбор. А вы этот выбор, судя по, опять же, тому, что реагируете негативно, не принимаете. Вот и возникает вопрос. Любовь ли это, если вы не принимаете выбор человека, не принимаете его целиком и полностью, ну, я имею в виду, не принимаете человека целиком и полностью и в этой системе ценностей, где ему гаджеты нужны? Все равно начинает оправдоваться, мне становится ему жалко, что я ему верю и винил себя за то, что я ему не доверяю. Есть ощущение такое, что вы не занимаете взрослую позицию в отношениях, а занимаете позицию то родителя, то ребенка. Или то одного родителя, например, строгого, то другого родителя, например, жалеющего. Данная модель поведения идет из семьи, и если это так, то с ней иных не работают, потому что с таким поведением вы вряд ли построите серьезные отношения, потому что у вас просто не получится сделать, вот по причине, крат-таки, того, что вас бросает в странную сторону. Кроме того, можно сказать, что жалость, в общем-то, как любая жалость, жалость отталкивает вас от человека. То есть, если вы жалеете, значит, вы как бы отстраняете от него, вы ставите себя выше. Вот. Что касается вины, то здесь имеет место обесценивание ваших чувств и такая своего рода аутоагрессия. Ну, к себе, вот, по отношению к себе, конечно, нет. Вот. Таким образом, работать вам нужно вот примерно в таком направлении, в каком я озвучил. если вы хотите, конечно, решить свою проблему, если вы хотите, чтобы все наладилось. Ага. Дальше. Так. Как вырваться из этого и понять истинное отношение к себе? Я не знаю. Вырваться из чего? Из данного круга, в котором вы оказались, только работать над собой, над своими чувствами, желаниями и страхами. неочевидно, которые у вас имеют, собственно, место быть. Вот. Что касается того, чтобы понять истинное отношение к человеку к вам, а зачем, если человек, возможно, сам не понимает, как он к вам до конца относится. У вас достаточно зависимая, не самостоятельная позиция в этом контексте, а мужчина, очевидно, будучи несколько слабым, несколько таким, ну, зависимым, вот, мужчина просто отказывается брать на себя ответственность за то, что происходит. Вот. Поэтому я думаю, что как только вы разберетесь от своей позиции и определите, чего вы хотите сами для себя, вот. Что и мужчина, скорее всего, определится тоже. Вот. А пока просто задайте себе вопрос, вопрос, для чего вам понимать его отношения к себе? Что это изменит, вот, как раз, ну, для вас, что вам это даст. Вот. Очевидно, что ничего, потому что, кроме, 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 повышения уровня зависимости от него, больше ничего вам это не даст. Ну, и на каких основаниях вы в таком случае выстраиваете отношения, опять же. Вот. То есть это вот то, на что вам нужно обратить внимание с точки зрения психологии. А, поскольку не совсем понятно, как складывались ваши отношения, что мне думается, что, любому чтобы понять, как вырваться из этого. А, нужно все-таки сделать анализ ваших отношений. И единого совета здесь, в принципе, нет быть не может. Именно единого совета. Вот. Потому что все-таки ваши отношения, они складывались не один день. Вот. И, возможно, даже не один год. Вот. Поэтому, я думаю, что очень важно и с этим моментом тоже будем разобраться. Вот. А, еще раз обращаю ваше внимание на то, как проявляется любовь к мужчине. И еще раз обращаю ваше внимание на то, что вы склонны к оценке и обесцениванию того, что важно для человека. что, ну, является недопустимым в данном случае. А, вот так. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация самым лучшим образом разрешится.